Молодежь наступает на пятки. Школьники и учащиеся колледжи представили свои научные разработки и исследования на республиканском форуме, не безразличной к окружающей среде. Мария и Руслана из Барановича изучили жизнедеятельность стрекоз и пальчатокорейника Майского из Красной книги. А Камила из Минска разработала материал из бактерий, который в производстве будет гораздо дешевле существующих аналогов. Это достаточно прочный материал. Он может использоваться в медицине, радиоэкономике, так же как в институте в упаковке и в институте эстетическим материалом. То есть можно даже отечество производить. Хотите дышать чистым воздухом? Никита знает, как вам помочь. Он разработал вентиляцию, которая обеззараживает воздух. Она устанавливается, как правило, в вентиляционные шахты зданий. Они могут быть как одноэтажные, так и многоэтажные. Воздух нагнетается при помощи вентилятора. Он проходит через угольные фильтры. Далее бактерии убиваются при помощи бактерицидной лампы. И далее воздух проходит озонирование. Преимущество установки заключается в том, что она относительно потребляет мало энергии. Также аналогов на рынке мы подобных не нашли. Для участников форума это отличный шанс показать свои работы и заинтересовать разработками представителей Национальной Академии Наук и Совета Молодых Ученых. Нам самое важное не потерять каждого этого ребенка и сопровождать его от первых шагов в науку до серьезных шагов в науке. И, конечно, очень важно, что мы являемся ступенью в технопарку, национальному технопарку, потому что те ребята, которые подготовят серьезные проекты, станут лауреатами наших республиканских конкурсов, у них будет возможность участвовать в сменах по нашей тематике в технопарке, в национальном детском технопарке. Для юных ученых открылась научно-экспериментальная лаборатория прогрессивного растениеводства в Республиканском центре экологии и краеведения. В нашей лаборатории представлено несколько совершенно уникальных систем по культивированию растений в условиях искусственного климата. Это очень интересное и перспективное на сегодняшний день направление как исследовательской работы, так и производства. Ведь культивирование растений в искусственном климате позволяет не использовать почвенные ресурсы и в значительной степени экономить воду. У нас представлены традиционные системы, приливно-отливные, у нас представлена аэропоника, у нас представлены такие вертикальные огороды. Форум проводится для вовлечения школьников в научную деятельность, ведь это так важно, чтобы наша страна процветала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова